Еврейское кладбище уникально тем, что является практически единственным еврейским кладбищем в Беларуси, которое находится в черте города. Занеманское еврейское кладбище это единственное из трех еврейских кладбищ в Гродно, которое сохранилось до наших дней. Сколько лет на самом деле этому кладбищу специалисты затрудняются дать ответ. Первые евреи появились в Гродно предположительно в 12 веке. На Занеманском еврейском кладбище нашли надгробные плиты, которые датируются 18 веком, однако многие плиты от древности ушли под землю кладбищем. Самое старое захоронение датируется 1784 годом. Землю на кладбище евреи считают святой. Когда создается новая община, она должна заботиться о создании кладбища. Эта задача входит в число наиглавнейших ее приоритетов. Кладбище является таким, на котором происходит захоронение в соответствии с традициями евреев. В Гродно насчитывалось около 29 тысяч евреев. Кладбище располагается в пешей доступности, а рядом с ним находится новый мост и тропа здоровья. В прошлом надписи на надгробьях делали на иврите с использованием еврейского квадратного письма. В последние века распространился обычай делать надписи на языке, понятном среди окружения усопшего. На самих памятниках можно встретить изображение какого-либо символа. Например, срубленное дерево, минора, звезда Давида и другие. Могилы в виде срубленного дерева и обрубленных сучков символизируют древо жизни и смерть человека. Человек, как растущее деревце, смерть, как лесоруб, спиливает его, оставляя пенек и сучки, как память потомкам. Раньше, если надгробие делалось в виде дерева и, как правило, с отрубленными ветвями, это означало, что человек умер внезапной и непредвиденной смертью, умер молодым или погиб во время какого-нибудь инцидента или катастрофы. Еврейский закон запрещает вырезать на камни портрет человека и тем более делать памятник скульптуру, но изображения орнаментов, символов, птиц и животных разрешены. Также встречаются памятники, на которых запечатлены настоящие шедевры литературного и художественного искусства. Самая поздняя могила датируется 2013 годом и принадлежит последнему выжившему узнику города Гродно Григорию Хасиду, а также благодаря воспоминаниям этого человеку удалось узнать о чудовищных зверствах фашистов на территории города Гродно. В Гродно, в память о евреях, проживающих в Гродненской области с 14 века, был сооружен памятный знак. Памятник установлен в 2006 году на месте старого, самого большого в Гродно еврейского кладбища, уничтожено в 1960-е годы. Субтитры создавал DimaTorzok